Здесь кровля, она не самая простая. Это классное решение, прям в центре установить цветовой фонарь. Просто по поводу срока службы. А отсюда как вода будет уходить вниз? Друзья, мы приветствуем вас на канале Кейсстрой. И сегодня мы хотим вам показать и рассказать, как происходит процесс залития стяжки на плоской кровле. Сегодня с нами представитель наших подрядчиков Сергей. И Сергей нам ответит на все наши вопросы. Сергей, давайте начнем, пожалуйста, с первого вопроса. Как я вижу, здесь уже произошел процесс подготовки, так скажем, к заливке стяжки. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что он в себя включает и что вообще здесь установлено на данный момент. Итак, мы приехали, установили воронки. Сразу могу сказать, мы устанавливаем воронки. Под воронкой у нас расстояние делаем 3,5 см от воронки. Потом берем нивелир, высчитываем на самом длинном расстоянии полтора процентный уклон, высчитываем отметку по кругу. С помощью нивелира эту отметку разносим по углам, ну, по всем вертикальным поверхностям. Натягиваем нитки. В дальнейшем стяжечники, когда будут подавать раствор, они сделают маяки из раствора, подойдут к воронке и уже подправила, сделают четкий уклон. Воронку мы специально делаем 3,5 см, чтобы она чуть-чуть была утоплена в стяжку, для того, чтобы не собиралась вокруг вода. Сергей, а давайте сразу тогда расскажем неподготовленным зрителям, для чего вообще делается разуклонка на плоской кровле. Ну, у нас хоть и называется плоская кровля, но тем не менее, нам нужно создать уклоны. Минимальный уклон это 1,5%, это 1,5 см на погонный метр, перепад по высоте для того, чтобы на кровле не застаивалась вода и организованно уходила водоприемные воронки. Сергей, смотрите, я вот вижу, что мы сейчас стоим на втором уровне этой кровли, и мне сразу назревает вопрос, то есть там я вижу воронку, про которую мы говорили, а отсюда как вода будет уходить вниз? На этой кровле у нас также сделана разуклонка, но будет установлена воронка не внутреннего водостока, а парапетная воронка. Соответственно, вода с этой кровли будет уходить вот здесь в воронку, переливаться на нижний уровень и уже по уклонке нижнего уровня уходить в водосточную воронку. Можно сразу тогда вопрос. Мы с вами тут за кадром разговаривали про фонарик, который можно установить на плоской кровле вот здесь, с учетом этого проекта. Можете нам чуть-чуть подробнее рассказать? Ну да, на плоской кровле можно устанавливать световые фонари, причем они бывают разных размеров, бывают с открыванием, то есть можно дистанционно его открывать. Соответственно, под нами сейчас гостиная довольно-таки большая, и это классное решение, прямо в центре установить световой фонарь, что создать такую приятную атмосферу внутри помещения. Так, и тогда переходим сейчас к самому интересному этапу. У нас уже начинается заливка стяжки. Я как человек не сильно, следующий в этом вопросе, сразу вот вижу приспособление. Так. И назревает вопрос, что и для чего? Для чего вам оно надо? В общем, внизу у нас стоит растворонасос, который перемешивает песок, цемент с водой, то есть готовит непосредственно сам раствор. Так, под давлением по шлангам этот раствор подается на кровлю, и это так называемый гаситель, чтобы он направленно, раствор подавался вниз. Так, Сергей, ну давайте тогда начнем с того, какой процесс здесь сейчас происходит, вы нам чуть-чуть расскажете о нем подробнее? Ну, здесь мы с помощью раствора насоса подготавливаем раствор и подаем на кровлю. Соответственно, ребята в так называемый бункер засыпают в необходимых пропорциях песок, цемент, добавляют воды. Внутри там в бункере находится шнек, который это все перемешивает, и потом уже с помощью сжатого воздуха подается раствор на кровлю. Хорошо. А может есть какие-то моменты, на которые очень важно обращать внимание на этом этапе, чтобы не допустить проблемы и ошибок? Ну, здесь основное внимание – это пропорции соблюдать необходимые, использовать качественный песок, я имею в виду, он должен быть крупный, мытый песок, чтобы у него не было включения глины. Ну, в общем, крупный, мытый, хороший песок. И цемент также мы используем 500-й, добавляем также фиброволокно, то есть армируем еще фиброволокно. В общем, самое главное – это хорошие материалы и правильные пропорции. Сергей, смотрите, мы уже на этапе, когда у нас, ну, наполовину, так скажем, готова стяжка второго уровня кровли. Прокомментируйте нам, пожалуйста, немножко этот процесс, да, возможно, какие-то аспекты здесь наиболее важно обращать внимание. Возможно, на каком-то этапе, если что-то упустить, потом будет тяжело исправить. Ну, тяжело исправить это, если неверно сделать разуклонку, сделать какие-то, грубо говоря, ямы, где соберется вода. Это потом очень сложно исправить, это шлифовать, это подливать растворами, но это очень тяжело. Основные моменты, то, что мы делаем сейчас, это мы вручную, вот подаем раствор насосом, вручную раскидываем лопатой, распределяем его по площади, потом человек берет правило и с правилом по уклону уже согласно наших маяков, он все это разглаживает, проверяет, уровнем проверяет, чтобы были все уклоны. И далее уже финишно происходит затирка, затирочной машиной, так называемый вертолет, тоже вот здесь виден. И все, мы получаем ровную поверхность и хорошие уклоны, если сделать все правильно. А вот мы еще обратили внимание по поводу шлифовки на интересные ботинки у молодого человека. Можете нам, пожалуйста, чуть-чуть про них рассказать, а то явно появятся вопросы. Ну, это так называемые ласты, ну, в общем, они нужны для того, чтобы распределять вес на большую площадь, когда человек наступает на раствор, и тем самым просто не проваливаться и не портить стяжку. Вот и все, здесь нет никакого секрета. А еще вот сразу у меня вопрос по поводу стяжки возник. Сколько она вообще просыхает потом? Ну, тут в зависимости от погоды, на самом деле, летом в хорошую погоду, погода должна быть не жаркая, чтобы не было постоянного солнца, тогда нужно поливать. Ну, в общем, в среднем, летом, если усреднить, это 3-4, ну, может быть, 5 дней. И, в принципе, достаточно. Далее мы приезжаем, берем перфоратор, так как у нас мембрана крепится в стяжку, мы проверяем, делаем отверстие, проверяем, что, да, она в толще, в самой уже встал раствор, и все. Ну, где-то 3-4 гяда. И потом уже делается ПВХ-мембрана, правильно? Сергей, смотрите, сразу такой вопрос. Вот у нас здесь есть козырек, да, над входом. С учетом того, что там уже выровнена, ну, здесь вот выровнена вся стяжка, там доделывают. Как сейчас будет заливаться это пространство, да, как оно будет вообще выравниваться? Ну, смотрите, у нас, я изначально делал разметку, вот здесь у меня отметочки стоят. Здесь разуклонка, она будет чуть приподнята относительно этой части кровли. То есть здесь будет чуть выше, и вода отсюда будет через вот этот лоток, здесь специально вырезали лоток, попадать на эту кровлю и уходить в воронку. То есть здесь как бы просто мы чуть-чуть, чуть-чуть отметка выше. Дорогие друзья, собственно, процесс заливки стяжки уже подходит к концу. У нас на дворе вечер, Сергей. И первый сразу вопрос, вот сейчас идет мелкий такой дождик, насколько это вообще страшно? Ну, на самом деле мелкий дождь не страшно, страшно, когда идет сильный ливень, крупный дождь, он тогда может выбивать верхний слой, и потом просто на кровле будет песок, ну, такой слой песка. Ну, мелкий дождь, ничего страшного. Также дождь, он уже становится не страшен, когда проходит 4 часа с момента того, как прошли затирочные машины. Поэтому у нас как бы буквально еще пару часов, и дожди нам вообще, в принципе, будут уже не страшны. Еще сразу такой вопрос по поводу срока службы плоской кровли. Еще вот остаются люди, которые испытывают сомнения по отношению к ней. Вот как специалист, прокомментируйте, насколько вообще долговечно такое решение? Ну, смотрите, срок службы, если мы мембрану оставляем под открытым солнцем, то у производителя есть данные, там заявлено, насколько я помню, для мембраны от 30 лет срок службы. Мембрана разрушается от ультрафиолета. Соответственно, если на этой кровле сделать какое-то финишное покрытие, либо там террасная доска, либо плитка, либо засыпку какую-то, то отсутствуют факторы для разрушения гидроизоляции. Соответственно, там срок службы уже, ну, очень большой будет. Угу. И еще такой вопросик напоследок. Сколько вообще в целом занимает в среднем крыша? Вот мы сегодня провели с вами день, мы понимаем, что здесь кровля, она не самая простая, потому что здесь есть несколько уровней, есть вот этот вот навес над крыльцом. Вот. Насколько вообще обычно по времени это занимает, да? И как быстро, ну, вот люди при желании могут получить такую кровлю? В среднем, возьмем усредненный дом, площадь, допустим, там 120 квадратных метров. Общий срок производства работы это 14 дней. Из них там около 4, там, ну, 5 дней будет стяжка набирать прочность. В принципе, это все делается довольно-таки быстро. Угу. Хорошо. За две недели можно получить готовую кровлю, да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, не забывайте подписываться на наши социальные сети. Оставляйте свои вопросы в комментариях, если они у вас остались, мы обязательно на них ответим. Спасибо. 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 Спасибо.